У государства отвергает творчество ЛСП, за что Паша Техник диссит Фидука, почему Тимати решил закончить с музыкой, а также новинки от Мэйвэйв, сами Аги и Эншпиля и других ваших любимых рэперов, а также новые 140 BPM. Так, вроде бы ничего не забыл. На связи Игорь Еремин, Рэп Ньюз, и мы начинаем. Кстати, трек, который вы услышите дальше, эксклюзивно предоставил паблик Хайполоджи, ссылку на который вы найдете в описании. ЛСП опять вляпались в неприятную историю. Три месяца назад на территории Российской Федерации сервис ВКонтакте запретил к прослушиванию трек «Номера», после чего популярность всего произведения резко возросла. И камнем вниз, крыши дома, нет войне, уже недоступны мои номера, недоступны мои номера. Однако на этом большой брат не остановился, и по постановлению Роскомнадзора Ютуб закрыл доступ к самому популярному, насчитывающему 40 миллионов просмотров клипу «Монетка». Формулировка причины запрета очень похожа – пропаганда суицида. Сама группа, в общем, и Олег, в частности, почти никак не прокомментировали инцидент. Хотя комментировать тут особо-то и нечего. Можно, конечно, устроить неодобрительное качание головой, цоканье на полчаса в духе Николая Соболева. Но уж даже дать какой-либо призыв к действию – это попытка пройти по тонкому лезвию ножа, обезумевшего мясника. Параллельно с этим проходит дело Марии Матузиной, которую поддержал даже Оксимирон. И тут не просто заблокировали песню, а пытаются лишить свободы человека за сохраненную картинку. Эти действия попали под классификацию «разжигание ненависти». Аналогия в этом абсурде, полагаем, ясна. Как новостной портал, мы обязаны хотя бы проинформировать об этом тех, кто еще не видит реального положения дел. Надеемся лишь, что рассмотреть картину вы сможете многим шире, чем русский рэп. А вот человек, уже, к сожалению, прошедший через блокировки, как треков, так и свободы возвращается на музыкальный олимп с новым альбомом «Russian Thrash Man». Мы, конечно же, о... Нас, короче, просто атаковали в подъезде. Ну, не взяли ни денег, ничего. Забрали просто дудку. Трек-лист, а именно название песен, уже заставляют желать скорейшего выхода этой пластинки, запланированной на 24 августа. Ну, разглядите здесь как минимум два потенциальных трибюта Фейсу. А как вам Дисна Федука под названием Дисна Федука? Хей, хей, ха, это Дисна Федука. А-а-а-а. Я тут с козлом. На самом деле, едва ли Паша точит зуб на Федора. Хотя и в недавнем интервью признался, что некоторая обида на Федука и впрямь имеется. Есть обида на Федука? Ну, да, у друзей удалил меня. О, да ладно, серьезнее? Ну, мне объяснили потом, что это из-за галочки. Когда ставишь галки, все удаляются. Ну, я охуел. А, ну, не добавил. Ну, да, но на этом, да. Ну, а в преддверии релиза можно послушать с него сингл «Вспоминаю». На мне тогда была косуха, тогда я был косой. В жизни как на зоне, я басота. Вспоминаю, как опускали пидорасов мы на зоне. И паники в кровь, или кровь в жопе. А если вы послушали это и скривились, что тут сказать? Я пришел отомстить за техника, чтобы вы почетче в наш андеграунд въехали. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. На российском рынке музыкальной индустрии очень слабо развито такое направление, как хостинг. Но остался проект, который продолжает движение в этом векторе. И за свою историю уже успел пройти путь от организации интернет-баттлов до хостинга релизов известных артистов. Речь идет, конечно же, о хайполодже, который уже сегодня представит новую веху развития, выпустив второй в своей истории микстейп. Подписаться на проект, чтобы не пропустить релиз, вы сможете по ссылке в описании. А пока держите еще один эксклюзивный отрывок. Тимати в честь своего 35-летия представил новый видеоклип с незамысловатым названием «35», где перечисляет свои заслуги. Ну, пожалуй, Тимуру и впрямь можно отдать должное, хотя бы в его юбилей. Еще задолго до больших денег в русском рэпе он пытался делать рэп, нацеленный на запад. Но, увы, даже с купленными партами Snoop Dog'а, Пап, Дэдди и Баста Раймса... В итоге все равно пришлось сесть в ладу Седан и бифиться с Киркоровым. Эти длинные ресницы, черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Так что же сделал Папа вкратце? Если бы не таланты на западе, которые пробивали пути к чартам, создавая свое, не было бы возможности делать подобие, позже выводя на низкушенный российский рынок. Если бы не самобытные и талантливые артисты в России, что и завоевывали внимание самой разношерстной общественности, от ребят из подъездов или зрителей канала «Культура» до детей и министров, коммерческий рэп в России был бы не таким уж коммерческим, но каждому свое. Рэпер и продюсер из Москвы Дэнни Абро. Готовя совместное EP с рэпером Гурме, что на данный момент скрывается на просторах Израиля от полиции, между делом выпускает сингл с клипом. Если вы модник, тогда можете попробовать оценить на вкус и цвет новую видеоработу. Трек «Дом моды» выражен в классической стрит-рэп-манере, отдавая дань олдскулу в новом звуке. А у нас мини-дайджест. Кстати, о самобытных артистах Мэй Вейвс, что уж точно должен быть вам знаком после констракта от БМ, представил новый видеоклип, наверное, навечно. И эта работа совершенно не похожа на то, что мы услышали от него на сайфере. Как и на половину, на волосок от смерти, А потом в темноте все ки-ки за гаражами детств. И тут могло в закат уйти все, если отступиться. Но мы живые, как ты видишь, значит, в выгодной системе мы и вся твоя прошлая кусок. Большой русский босс уже отметился альбомом в честь себя, и не только, под названием «Игорь». А теперь представил трек со своего грядущего альбома «Стас», который носит настоящее имя Янг Пемпа. Трек же называется «Красавчик». Найдешь себе хейтер, черный список косоглазых тёлок с низким тазом, рыжих не даю на клей бабищем, если вижу стрёмный прикус. Не целую руку, если маникюра нет на ней. Сиски меньше, чем четвертый, пну ей по пизде. Мияги и Эншпиль, что с недавних пор пополнили свое Хаджими Рекорд с ещё одним артистом «Туманьё» представили совместный трек с оным под названием «Дэнс Апп». На проекте 140 BPM вышел разогревочный батл перед началом нового сезона. В битве склеснулись всем знакомый, извиняюсь за каламбур, ноу-нейм и многим запомнившийся после своего совместного с гигой выступления «Нарвать на битах» – Марул. Ну, спасибо вам за просмотр. Не забывайте про наши соцсети. Например, мы ждём вас в нашем красивеньком инстаграме, где вы в удобной форме можете чекать все последние новинки в русском рэпе. С вами был Игорь Ерёмин, проект Рэп Ньюз. До скорого. Пока.